Добрый вечер, друзья. Мы просим Светлану зачитать вопрос. Давай, Свет. Возник простой житейский вопрос по трудовому законодательству, каким-то общепринятым в USA нормам трудовой этики. Попробую описать членораздельно и кратко. Вот исходные данные, сам вопрос ниже. Работаю и живу в Москве. Трудовой договор составлен как постоянный оклад и такая же по размеру премия. То есть, X тысяч рублей оклад и столько же X тысяч премия. Это что, в американской компании? Нет, нет, там почему? Премия. Которую по-хорошему могут в любой момент убрать, сократить и так далее. Это премия. Ну да, премия, премия. А вполне законно, это не обязательно часть зарплата. Да. Когда устраивался, то уверяли, что ничего не будет резать и все будет выплачиваться. Ну, кстати, все могут меняться. Да, конечно. Наступили нелегкие времена для фирмы. Пошла сначала задержка премиальной части. Да. Потом. Сегодня, 10 мая, пришла квитанция о зарплате. И выясняется, что премия сокращена в два раза. То есть, зарплата остается X тысяч, а премия X пополам. Ну, он тоже не так плохо. Не так могло быть плохо, да. Причем не предупредили, просто сократили. Я понимаю, что я подписываю трудовой договор, знал, что такое возможно, что премия, это способ предприятия уйти от налогов. Но вопрос не в этом. Все по букве законодательства. Вопрос следующий. Если, к примеру, у работодателя в Америке складывается не все хорошо с финансами, и работодатель решает сократить часть дохода, не обязательно войти по премиальной части, которая де-факто всегда выплачивалась, а де-юры могут не платить ее... Могут не платить ее. Да. ...со своими подчиненными. Считают ли они трудности, созданные работниками в связи с урезанием дохода личной какой-то проблемой. И сопереживают ли, или отписываются через секретаря. Мол, извиняйте, но вы получите меньше в этом месяце. Ну, я бы так сказал. Значит, речь это о практике американских компаний. Но на самом деле вопрос же был об этике. То есть человек понимает, что есть разница между законом и этикой. Да, если тебе по закону что-то не додали, ты можешь обратиться в суд, и тебе отдадут. А этика такое дело, что... Я, например, вот его хотел бы спросить. Я говорю, ну вот ты сам-то начал с того, что у компании наступили трудные времена. Так? Я не говорю, что ты должен с точки зрения этики пойти и сказать, ребята, я понимаю, что у вас времена трудные, давайте мне сократим там премию на там, да, 50%. Не надо так говорить. Но все-таки, если мы об этике говорим, ты же понимаешь, что у них меньше денег? Они договаривались-то в одних условиях, а сейчас в других. Соответственно, у них меньше денег. Они должны где их взять? Значит, они могут... Я хочу сказать, что в США, например, вот когда рецессия последняя была, и не только последняя, то там, например, в некоторых компаниях совершенно официально они говорят, ребята, мы всей компании срезаем зарплату, не премию. Зарплату срезаем. А в противном случае мы должны половину сотрудников уволить вообще. Да, они говорят, ребята, значит, у нас альтернатива такая, либо мы всем снижаем на 80%, на 20% и никого не увольняем, либо мы должны уволить там 30% или там 20%. Почему 30%? Потому что, я не знаю, может быть, самых высокооплачиваемых часто сложно уволить, потому что они делают какую-то ключевую функцию, там, выполняют и так далее. Ну, по-разному бывает. Ну, не важно. В общем, в случае, идут работать на неполную неделю и все такое прочее. Есть. Это бывает очень часто. Да, есть такое, да. Значит, поэтому с точки зрения этики, дело в том, что в Соединенных Штатах, надо сказать, что этика обычно вопрос, вот для политиков, например, важный. Да, вот, скажем, Клинтон, когда его с этой Моникой там застукали, даже не в том, что его с ней застукали, а в том, что он врал, его застукали. И он вот как адвокат, он адвокат, вот то же самое Хиллари сейчас делает с этими серверами там почтовыми. То есть они идут как адвокаты, вот не подсуден, вот туда-сюда, да. А все, что требовалось, требовалось быть этичным. И вот этого не получилось. Ни у нее не получилось, ни у него не получилось. Вроуд, вроуд, вроуд. И для политика это очень важно. Это его лицо, это его реноме. Для предпринимателя, ну, вот все, что по закону, все нормально. То же самое для вас. Все, что по закону, подожди, нормально. Вы можете уйти с работы, например, вот этически. Говорят, что надо выдавать двухнедельные там предупреждения. Ну, есть люди, которые уходят, говорят, ребята, я завтра не выхожу. И все. Такие тоже есть. Ну, так чего теперь? Ну, имеют право. Свет, скажи что тут. Я хочу сказать, что тут подписывается какой-то трудовой договор, какие-то бумаги. Здесь в Америке настолько все просто вообще. То есть могут дать просто, например, устный офер о принятии на работу. Обычно письменные дают. Обычно письменные могут прислать e-mail, а могут просто устно сказать. В маленьких компаниях я сроду не подписывала никаких документов вообще. Говорят, у тебя будет зарплата такая-то, и все, до свидания. Может, даже письменно быть не написано. А в больших компаниях, конечно, пишут, а в маленьких говорят, вот так вот и все. Поэтому, а здесь настолько все неформально. И у нас employment at will, да? То есть если компания может держать человека, она его держит. Если компания хочет его уволить, она его уволит. Если он хочет уйти, он уходит. Поэтому у нас нет никаких жестких рамок таких, чтобы тот кому-то обязан чем-то. И все-таки мы живем худо-бедно. И Россия, и Америка. Все-таки мы живем в более-менее каких-то рыночных условиях сейчас. Поэтому, если ты можешь пойти и найти другую компанию, у которой дела идут лучше, где деньги платят, ну, не так, как здесь, где хуже стало и так далее, ну, так пойди, найди там, и все. Я понимаю, что вопрос, как бы опять, об этике. Ну, нет душевности, понимаете? Нет душевности. Вот если у вас хозяин там, или там руководитель, душевный человек, он с вами душевно поговорит, если он душевный. Но если это большая компания, он не будет с вами душевно. Он душевно разговаривает. Даже не в этом дело. Но, скажем, он начальник отдела, и может там все 15 человек, и он бы мог поговорить душевно. Но он на должности такой, что ему, как бы, не положено выходить сильно за рамки своих полномочий, понимаете? Поэтому может поговорить, а может не поговорить. Зависит от того, что за человек. То есть это не компании, и не политика, и не культура страны, а вот просто конкретный человек с какими-то его конкретными там фишечками. Я помню, что когда у меня был контракт в Макофе, да? Да. Дела вроде шли нормально, все было хорошо, у меня еще продолжался контракт, и вдруг ни с того ни с сего что-то у них там поменялось наверху. И меня вызывает даже не начальник отдела, а вообще чуть ли не куворкер. Ну, он немножко старше был у меня по должности, да? И говорит, вот такие дела, вот твой контракт заканчивается. Ну, конечно, я не фуллтайм сотрудник, да, контрактор. Нет, ты не фуллтайм, ты не фуллтайм, но не фуллтайм, да. Но все, говорит, но я очень сожалею, вот так вот получается. Это был как гром среди ясного неба. А знаешь, почему он тебе это сказал? Потому что более высокий начальник не хотел на себя это брать. Конечно, да. И говорит ему, вот ты скажешь. Да, ты скажи тебе проще, и все. Так что такие вещи случаются и бывают, и все, понимаете, как это же бизнес. А еще знаете, как вот когда сокращают? Вот даже не просто сокращают, тебя вызывают и говорят, давай, собирай свои вещи. И еще идут с тобой двое и стоят, смотрят, как ты собираешь. Да, это такое тоже у меня было. Чтобы лишнее чего-нибудь не взял. Это порядок такой. Это не то, чтобы этика, понимаете? Этика такая, что вот порядок есть. И человек в гневе, да, может что-то испортить последнюю минуту. Поэтому за ним присматривают, да. Поэтому я не могу сказать, что американский бизнес, американское рабочее место, это какое-то очень душевное место. Нет, ну, еще раз. Там нет персонального наезда, вообще никакого. И в этом смысле оно приятное, что никто тебя лично не мордой об стол, не это самое. Да, не обижает. Не обижает. То есть, если это случилось не потому, что к тебе лично что-то. К тебе лично просто, поэтому человек бывает в шоке, да, потому что он не ожидает этого. Но дальше он понимает, что тут нет ничего персонального, поэтому нет персонального никакого отношения в этом. Ну да. И кроме того, все-таки в Соединенных Штатах зарплата сотрудников – это как бы крупнейшая статья в затратах компании. Ну, я не говорю про те, где, допустим, там большие затраты в станки, оборудование, там, самолеты и так далее, нет. Ну, вот так вот в офисных делах, в основном это в разработке, софтвора, там, например, это все-таки зарплата. Поэтому, когда дела идут плохо, тут летит сразу все. Да, никуда не денешься. Ну что же, счастливо. Спасибо. 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 Продолжение следует...